Минск, проспект Пераморства, у гостиницы Виктории. Иншого места, как повеншевать лепших женщин Беларуси, наполовину из Найси Нельга. От Гомельской области, до речи, у Знагороды сегодня дотребали 6 представниц. Одного дня для веншевания женщин явно недостатково. В оселекем выпадку в Беларусском союзе женщин только восьмым соковика вы решили не обмежевываться. И у другой половины месяца подвели выники девятого республиканского конкурса лепших представниц краины. У каждой номинации по некаким пераморствам от всех областей и города Минска. Диплом за одедерство и поспеховое керование отремливает старшиня Будокошалевского районного совета депутатов, старшиня районного клуба деловых женщин Алена Алексина, сирот лепших у номинации за развитие вестки, директор Туровского молочного завода Вольга Луцко. Предприемство, якое означает женщина, не просто демонструя выники, а в яких инши керуньки мужчины только марать, у пераморствующих апая часу и на семью. Семья и работа, и все нужно успеть. На заводе позаботиться о своих сотрудниках и сотрудницах дома, о муже, о своих детках, поэтому женщине ничего не сложно. Мы изначально, наверное, рождены с большим запасом прочности, чтобы поддержать мужчину. Лепшая у номинации за уклад у развития духовности и культуры, керавник камерного хора Гомельской областной филармонии Алена Соколова, я ее коллектив ловрат больше 10 международных конкурсов. Сирот заслуг директора Гомельского городского социально-педагогического центра Натальи Мазининой, допомога семьям, а так само проведение первого областного конкурса мужчины, яке выховывается детей. Распросовки загадчика кафедры Гомельского державного медицинского университета профессора Тамары Шершаковой и Ее Вучню не просто добровядомые сирот-специалистов, яны широко выкористовываются на практице. В настоящее время выполняется очень интересная работа по созданию такой модели организации медицинской помощи пациентам при инсультах. Это очень хорошая форма, потому что сегодня эта проблема очень остра в нашем обществе. Одинная переможца девятого республиканского конкурса женщина года, якая не вышла на сцену, серебряный прозер по вольной боротьбе олимпийских гульни у Рио-де-Жанейро Мария Мамашук. Зараз она находится на сборах. Диплом отримала ее мать Валентина Цупранова. Кажется, что вельми гонорится дочкой и сподяется на золото на наступной олимпиаде. Займаться боротьбой Мария выросла еще в шестом классе. Нельзя сказать, что тогда батьки вельми узрадовались о таком урошенню, а ей перешкажать не стали. Это все-таки больше к мальчикам относится этот спорт. Но так как она... Я смирилась с тем, что если она выбрала этот вид спорта, то пускай так и будет. Если понравится, значит понравится, значит останется. Если не понравится, значит уйдет. Но все-таки она пошла дальше, дальше и дальше. И вот теперь мы гордимся этой девочкой, которая в Рио выиграла эту серебряную медаль. Подчас подведения воинников конкурса кировники Белорусского союза женщин подкресливают деятельность организации на кированы, первое за все, на умоцевание семьи, выхование детей и коопот об мужчинах. Правда, мужчины повинны быть ими не только по пашпорте, тогда и женщины продемонструют все свои лепшие якости. Какие замечательные у нас женщины. Они успевают и дома, и на работе. Они настолько терпеливы, настолько любящие и настолько творческие, что никогда не хватит тех слов, чтобы выразить им свое восхищение. Не только со стороны мужчин, детей, взрослых, но и со стороны самих женщин.